Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики FIBA Group. И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Мариан Ди Валентина. Мариан, приветствуем вас! Здравствуйте всем! Меня зовут Мариан Ди Валентина, я аналитик компании FIBA Group. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько валют. Ожидаем то, что доллар слабится и пойдут наши технические анализы с фунтом на повышение, с евро на повышение. Сейчас посмотрим на мой рабочий стол, рассмотрим ситуацию. Давайте посмотрим. И главный вопрос, до каких же пор это безумие будет продолжаться с долларом? Уже не дождемся, когда закончится. Видим экран хорошо. Не знаю, не знаю, до каких пор. Но вот на графику фунт-доллар, четырехчасовой график. Вы видите, вверху стоит трендлайн, это уровень сопротивления, внизу поддержка. Мне МАКТ, вот внизу гистограмма МАКТа по объемам. Она мне показывает, что образовалась дивергенция на повышение, в то время как цена наоборот мне показывает движение вниз. Ну, это дивергенция на повышение. Вижу, что она приблизит к нижней границе поддержки. Как вы видите, вот эти цифры, это ловы пивота. Ожидаю отскок от этой границы внизу. Кстати, тут также стоит Fibonacci, как вы видите здесь. И цена приближается к 1.61,8. Один из сильных уровней Fibonacci. И скажем так, что я ожидаю, что фунт-доллар пойдет на повышение. Также, если мы посмотрим, если мы посмотрим Нью-Зеландский доллар, Нью-Зеландский доллар, Йен, это дневной график, дневной график. Это скриншот на дневном графике. Мы видим здесь также, что тренд-лайн, сопротивление, уровень сопротивления. Внизу мы видим поддержку. Видим достаточно сильный уровень, вот этот на уровне 74.83. Достаточно сильный уровень. Ну, ожидаю отверху, что НЗД Йен пойдет на понижение. Пойдет, да, где-то на понижение. Также мы видим RCI, достаточно высоко, ожидаю падения. На дневном графике НЗД Йен. Вот, где-то так, НЗД Йен. Что касается золота, также рассматривал сегодня золото. От золота тоже, также ожидаю повышения. Если вы посмотрите, это достаточно сильный уровень поддержки внизу, даже исторический. Вот мы идем чуть назад, мы видим, что цена его тестировала и вверху, и снизу тестировала. Так что мы ожидаем, что все-таки цена отскочит от низа и пойдет на повышение. Также мы видим здесь уровень Fibonacci 1.61, вот где сейчас цена. И RCI при проданности, так что я ожидаю также от золота на дневном графике, ожидаю золота на повышение. Что касается, ну если мы посмотрим... Кстати, мы вот вчера рассматривали эфир, вместе с биткоином, помню. И если мы посмотрим на эфир, очень интересная ситуация сейчас на эфире. Мы рассматривали, ну как я вам и показывал, что на длительный срок эфир сформировал паттерн. Это дневной график, на длительный срок эфир сформировал паттерн на повышение. Буквально вчера мы видели вот эту зону 516, да, 516, что достаточно сильная зона. Как вы видите, вот цена ее тестировала несколько раз, что скоро всего. Также и сейчас будет служить этот уровень как уровнем сопротивления. И все-таки, да, цена отскочилась, сейчас цена опустилась вниз. Повторяю, ну на длительный срок будет на повышение, однако сейчас цена будет эфир. Если цена его пробивает, конечно, мы будем идти где-то к уровню... Где-то здесь. Будем идти к уровню сопротивления 572, если цена пробивает этот уровень 516. Ожидаем также рост валютных... Сейчас переключим на евро, посмотрим, как наш там евро на дневном. Так, включим четырехчасовом. Посмотрим сформированный паттерн. Вот. Евро. Также мы ожидаем, что евро сейчас падает. Конечно, мы видим, доллар сильный. Однако этот уровень, который на уровне 1.1555, достаточно цена в этом диапазоне отбивалась от этого уровня. Сейчас мы видим и паттер разворотник на повышение. Так что ожидаем, ожидаем, что доллар ослабится и как и фунт, и евро пойдут наверх. Также у нас был... Недавно мы делали... Когда вчера мы делали анализ то же самого... Доллара иена. Вот мы делали. И как вы видите, вот доллар... Это вчерашняя цена, это дневный график. Мы видим также здесь паттерн, который... Вверху мы видим уровень сопротивления. Цена его тестировала несколько раз. Так что ожидаю, что доллар все-таки начнет снижаться. Вот такая ситуация. Ожидаем снижение доллара, чтобы идти и евром, и фунтом на повышение. Вот так. Поняли вас. Спасибо большое, Мариан, вам за ваш обзор. Как торгуете сегодня? Активно? Не очень. Из-за доллара... Не знаю, пока ищу ослабление доллара. Ожидаю новость или определенный паттерн, достаточно сильный, свечевой, что все-таки доллар ослабевает. Сегодня у меня были несколько сделок только по крипте, по стеллару, если не ошибаюсь. Вот. Стеллар, кстати, достаточно сильная сейчас монета. Его признали... Я забыл, где, в какой стране. Ну, его признали, и ему дало это очень сильный памп на повышение. Так что на этом я сработал на стелларе. Что касается валютных пар, пока сегодня ситуация такая. Ожидаю ослабления, ожидаю все-таки, что и золото пойдет, и евро пойдет на повышение. Я понял вас. Марьян, а вот у меня на моем любимом минутном графике, это счет MetaTrader 4, FIBA Group, я вообще признаю только минутные графики, все остальное от лукавого. Так вот, на минутном графике, посмотрите, какая была сильная зона сопротивления 95.30, и мы последние 4 минуты, похоже, пробиваемся наверх. Поэтому, как бы, интересно. Как вы думаете, будет пробой или все-таки отбой состоится? Внизу, на текущей цене, да? Но у меня... Сейчас рассмотрим, рассмотрим минутный, да? Так, на минутном... Я думаю, все-таки отбой будет. Ну, посмотрим, как будет тестить. Думаю, будет отбой, потому что, ну, на моем графике у меня и Макт начинает разворачивать на повышение, и я вижу, ну, RCA не в перепроданности, но направлен вверх. Так что, да, все-таки будет, скорее всего, отбой от этого уровня, а не пробитие. Не вижу здесь больших таких объемов, чтобы было пробитие. То есть, вы постояли 5 минут, но опять на этой отметке 95-30, и пора вниз прогуляться. Да, немножко. Да. Я понял. И в целом, вы ожидаете, что будет больше, более вероятно теперь снижение индекса доллара, чем его рост? Да, все-таки... А, индекса доллара, ну, не знаю, не знаю, как сейчас индекс доллара. Ну, я ожидаю, что все-таки он ослабится. Ожидаю ослабиться. Я понял вас. Хорошо, хорошо, коллеги. Так что, вот так мы с вами увидели точку, где индекс доллара, может быть, уже пришел к какому-то серьезному уровню сопротивления. Может быть, уже пора бы его и развернуть вниз. Ну, а еврик, золото... Смотрите, да, свеча падает, свеча вот сейчас понижение на минутном, не пробивай. Вот, видите, свеча сейчас достаточно пошла на минуту, но оскакивает. Так что, все-таки, возможно, и будет разворот. Ну, смотрим, смотрим, да. Естественно, пока не увидим фиксированный пробой-отбой на индексе доллара, мы никто никуда не полезем. Мы, люди в этом плане, осторожные, без сомнения. Я обычно смотрю на большие таймфреймы, ну, и стараюсь найти зону, и если эта зона не пробивается, делаю мой орден на покупку. Потому что так более спокойно, ну, в смысле, если я буду смотреть на минуту, ну, я смотрю на минуту, на 15 минут, если делаю скальпинг. Если я делаю скальпинг, тогда смотрю. У меня, вот сегодня я вам покажу, вот у меня был, сейчас покажу экран. У меня было несколько входов. Поделиться. Видим. Так, сейчас я вам покажу в инстаграме. У нас, я был запостил входы. Вот, сегодня у меня был вход, пусть и фунт падал, я знал, что он будет падать, потому что, ну, доллар растет, фунт будет падать. Однако, я уловил паттерн, что, вот, на, что доллар будет, что фунт будет расти. И, кстати, вот, 15-минутный график. Сейчас мы перейдем на него. И я поймал волну, можно так сказать, на повышение. Так, фунт. Это фунт франк. Окей, фунт франк. Немножко тормозит. Так, фунт франк, вот он. Так. Вот моя большая свеча была. И было сколько-то уровня? 1,61. Один из моих любимых уровней. Ой, что-то. Вот, большая свеча, как и здесь. Вот, где этот фунт франк. Вот, большая свеча. И мы отскочили от нее потом вверх. Вот, это 15-минутные свечи, и я закрылся. Ну, потому что, так как еще доллар не показал свое сильное движение разворотнее, так что я работал по скальпингу. Все-таки пошла пара, и я на ней заработал. Вторая моя пара валютная, это было NZD-CAD. Нью-зеландский доллар и канадский доллар на 15 минут. Также здесь у меня также сработал паттерн на повышение. Вот, мы входили с уровня 2.6,8 по Fibonacci. Вот был паттерн, и все-таки цена была пошла наверх. Это были быстрые ставки. Ну, заработали, но немного, но заработали. Потом цена все заново пошла вниз. Так что вот почему я говорю, что я больше смотрю на более большие таймфреймы. Однако на маленьких таймфреймах есть хорошие входы по скальпингу. Если быстро войти, можно заработать на маленьких таймфреймах. Ясненько. Понял вас. Как вы... Ага, давайте остановимся. Марьян, как вы торгуете по пятницам? Пытаетесь ловить откаты? Или... Не люблю пятницу. Не люблю пятницу. В пятницу стараюсь... Ну, я делаю мой анализ. Иногда, если я достаточно сильно уверен, что анализ, что паттер очень сильный, а не то, что нет сигналов, якобы есть паттерн, давайте поторгуем. Ну, я стараюсь в пятницу не торговать много. Если торгую, то, не знаю, 2-3 сделочки сделаю за целый день и все. Ну, стараюсь не торговать валютными парами в пятницу. Вообще. А криптовалютами торгуете? А криптовалютой у меня 24 на 7, потому что криптовалюта, во-первых, она не спит. Точнее, котировки мы видим круглосуточно. И если выставить... Ну, там я выставляю ордена отложенные. И с определенной зоны покупка, и с определенной зоной продажи. Сразу продажа идет. Потому что, ну, если я считаю, что, я не знаю, криптопара вырастет на 5%, я тогда делаю покупку с текущего момента и продаю на 5% выше, выставляю ордер на продажу. Конечно, если потом есть такие моменты, например, если не хочется торговать, ну, у вас нет определенной монеты, вы ее не хотите покупать. Ну, это то, что касается биржи, потому что есть такая вещь, что на бирже можно торговать маржинальной торговлей, вы просто переводите ваш депозит и можете торговать даже монетами, которые у вас нет. Не обязательно, что вы их покупали. Вот. Ну, я обычно не торгую маржинальной, ну, очень редко, только если ожидают сильный рост. Вот. Сегодня вы видите, что биткоин, да вот даже вот биткоин, сегодня немножко тоже свеча маленькая зеленая, дневная, но старается идти вверх. Внизу есть большие ордера, ну, насколько я видел, большие ордера на 200 биткоинов внизу, сильного ордера на продажу пока я не видел, хотя вверху есть определенный, можно так сказать, уровень сопротивления есть один. Я ожидаю, что все-таки биткоин чуть-чуть предупадит, вернется к Fibonacci, который чуть ниже будет, и потом продолжит рост. Чуть-чуть предупадит, потому что эти дни, три дня, да, он очень сильно вырос, все-таки жду маленькую-маленькую коррекцию. Но ожидаю от него роста, даже хорошего роста, не думаю, что он уже упадет до этих минимумов, что и было, но никто не знает. Ясненько, понял вас, понял вас, Мариант. Спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Иван. Хорошая кружка, кстати, у вас. Спасибо, стараемся. Удачи. До свидания.